Добрый день, добрый день, Дефишио! Записи, сейчас вы наверняка находитесь, звук выключите, ну и те, кто тоже смотрит сейчас в прямом эфире тоже, звук выключите, я результаты объявлю, что же там произошло. Произошло вот что, команда Samsung, ну которая ксвшники, проиграли 0-2 команде KDM, аутсайдерам Корейской Лиги, и аутсайдеры Корейской Лиги с 0-3 стали 1-3, ну и соответственно ксвшники стали 3-1. И также у нас Африка Фрикс одержали победу над Роксами, ну здесь скорее это равная была встреча, но удивительно, что счет был 2-0. В общем-то, такие дела. Ну а теперь давайте перейдем уже к непосредственно самой игре Giants против H2K. Старт сегодняшнего дня у нас европейский с этой игры. Giants вчера очень интересно и красиво отыграли, мне совершенно, конечно же, понравился их агрессивный стиль игры против команды G2, где они доминировали не на линии, а именно в мидгейме, где они начинали вылавливать каждый заход команды G2 в чужой лес и давали битву раз за разом. В итоге Бетси у нас превратился в эпик монстра в том матче и определенно получил MVP. Помните, он играл на Вейгаре и команда G2 явно не была готова к такому пику. Сегодня же у нас 5 будет игр европейских, потом будет 5 американских игр. Между ними, скорее всего, будет там перерыв минут 40, ну как обычно. Хотя в прошлой неделе перерыва не было никакого, потому что игры европейцев слишком затянулись. Каждый матч был более 45 минут, но это было ужасно. А Муму, да не будет, он взят. Это просто нам показывают его грустного чемпиона, который когда-то получил свой реворг, у которого появилась пассивка, потерялась пассивка дополнительного магического урона, но появилась пассивка дополнительного тру дамага от ваших союзников по тем целям, которых ты заплакаешь, так сказать. На которых ты плачешь, накидываешь на них дебаф и следующая автоатака будет наносить ру урон. Я честно ожидал, что на ЛЦСе мы как минимум, Муму, увидим хоть раз с тех пор, но честно мы так и не увидели. Ой, я не понимаю, почему его полностью игнорируют все команды. Дело в том, что в Солоку понятно, почему это происходит. Ему тяжело фармиться не то чтобы в лесу, ему тяжело вот эти вот 6 левелов пройти, не попав под джанглер оппонентов и не получив какой-то помощи от своих союзников. Но здесь-то ЛЦЛ, ЛЦС, ЛЦК не имеет значения какая лига, но так или иначе это просто сцена. Чужой лесник не будет заходить и гнобить этого лесника, потому что вы просто выберете такой сетап, где сможете помочь Муму. А дальше будете пользоваться его преимуществом. Джарван у нас вместе с Браумом был взят командой H2K. Сами джайнсы сейчас нам показывали Олафа, которого так и не взяли, но взяли зато не себе как Мау. И скорее всего сейчас постараются забрать себе Жанночку, пока ее не забанили. Потому что если они не заберут Жанну, будет похуже ситуация. Правда, они решили тупо пойти в лейтгейм, мол, плевать, какой у нас будет саппорт, и выберемся за счет мы Джанглера, если что. Тяжелый сейчас момент для команды H2K. Они уже видят гиперлейтгейм от команды Джайанс, и что бы они сейчас ни взяли, они не смогут победить этот гиперлейтгейм. Им нужно сейчас брать чемпионов, которые победят их в начале. И смогут раздавить, не дав дойти к Агмаву и Азеру до Лейта. Надо думать вот об этих чемпионах, но да, вот такой вариант мне нравится, как контрпик на топ, потом жесткий контрпик на мид, жесткий контрпик на ботлейн, и пытаться, пытаться, пытаться. Это, походу, ребят, будет у нас 35 минут сетап против команды Джайансов, 35 минут сетап команды H2K, конечно же, имели. Ибо если они сейчас бы попытались H2K сыграть тоже в лейтгейм, ну, мол, в ответ мы возьмем Райза, на вашего Кагмава мы возьмем себе Варуса, ну, и толку от этого, 60% будет, все равно за Джайантсами. А если вы еще и лейнинг-фазу проиграете. Хороший бан от Бетти. Знает он, что вчера он вытворял на Вейгаре против Азера и решил заранее избавиться от этого чемпиона. Райз, да, все еще открыт, но я не думаю, что Райз это то, что будет делать команда H2K. Я бы забанил Мальзахара, потому что это как раз мидгеймовый чемпион, который может подтащить. Ну и Джайантсы пока ничего еще не банят. Скарнер у нас забанен был командой H2K. Скарнер-Азир мне очень нравится комбинация. Одна из лучших, которую вот показали нам вчера. Она не сыграла ни разу, но сегодня еще и корейцы ее показывали. Это означает, что корейцы тоже смотрят свои матчи. А, кстати, Галлио, да, тоже очень сильный мидгеймовый чемпион. От него тоже можно было избавиться. Но так вот, Скарнер-Азир сегодня тоже корейцы играли. Идея заключается в том, чтобы ты под Скарнером притягиваешь врага поближе к Азиру. И все вынуждены защищать этого союзника. Но защитить очень тяжело его, потому что вы все попадаете под Азиру ульту, под Азиру солдат. И там будет вольно. Ну, либо вы просто отдаете этого игрока, которого сцапал уже Скарнер. Скарнер — это лесной Мальзахар в этом роде. Райс от команды H2K все же-таки был взят вместо Мальзахара. Ну, или за место Мальзахара. Надо еще одного танка какого-то добавить команде Джейнс, либо Жанну. Я бы отдавал Жанну, наверное, потому что она и Камилу контрит, и Джарвана контрит, и Браума контрит. Очень хороший чемпион в этом смысле. Но команда Джейнс боится, что Жанна будет слишком сквишовая. И по ней просто тупо будет фокус проводить команда H2K. И поэтому они забирают себе Тарик. Тарик, мол, поможет. Но Тарик довольно слабый чемпион для Дисенгейджа. И если пойдет все плохо у команды Джейнс, они тупо не доживут до Лейта. Ну, а H2K им нужен пуш. Да, там никакая Джинкс с Тристаной не годились. Им нужен тупо пуш. Либо, ну, какой-нибудь а-ля Дрейвен, я не знаю, Декерри, который сможет просто победить Кагмава на линии, а потом еще и двигаться вперед. Но они выбрали Кейтлин, чтобы сломать вышку на Бутлайне как можно быстрее. После этого начать работать по вышке на миде. Не то, чтобы совсем обречены команды H2K в лейтгейме. Я ожидал все же более напористый такой сетап мидгеймовый через Мальзахара. Я это уже говорил. Но все равно они слабее. 60, даже 70 процентов, наверное, можно отдать за команды Джайантс в лейте. Им главное пережить вот эту вот стадию, тяжелую стадию давления, стадию, пока все ребята фармятся. Ну, правда, фармится у них мидер будет свободно. Джанглер тоже никаких ощущений из комфорта не должен получить. Что-то долго у нас тренера уходят расслабленные такие. Довольные оба, знаете. Каждый из них напикал, но где-то в глубине души каждый из них понимает, что есть ответочки у оппонента. И Джайантсы понимают, что тяжелая будет линия на боте, тяжелая линия будет на топе, а если еще и ганг пройдет, вообще проблема. И H2K понимает, что если они не смогут ничего этого добиться, того, что я сказал, то в лейте им делать нечего. Давайте по статистике немного пройдем. Команда H2K у нас в этом турнире одержала пока одну победу и два поражения. Команда Джайантс же одержала две победы и одно поражение от Виталиков. Виталики, в свою очередь, уже сыграли с обеими этими командами. Вот и получается такая ситуация, что кто сейчас из них выиграет, тот, в общем-то, и будет более сильной командой считаться. Потому что Виталики пока никому вообще не проиграли. 3-0 идут, и сегодня у них с кем... А, сегодня они с Мисфитами играют. Это будет интересно. Но через игру, через игру. После этого еще одна игра, и тогда только Виталиков. Мы увидим с вами. Жизыку и всех остальных Гелиуса. О, первый дракон у нас Инфернал. Это будет интересно. В Европейской лиге, в принципе, нет разделенных комнат для команд. Да и в Американской лиге нет такого. Не принято. Они давно от этого избавились. Я думаю, на самом деле, и в Корее бы этого тоже не было, если бы они не использовали студии, в которых изначально эти коробки были придуманы. Понимаешь, там Риуты же снимают студии, а не на своих проводят это. Как раз вот там вот те же самые КСеры, те самые Дотеры, они играют. Кули крикливые ребята. Ну, еще это связано с тем, что стратегии обсуждаются в открытую. Там-то нет такого запрещения, запрета, точнее, в разговорах между командами. Они разговаривают между собой и во время пауз, и во время смерти. То есть могут обсуждать все, что хотят. Ну, это касается, например, КС Гоу. У нас же здесь немножко по-другому, когда пауза нажимается. Игроки не должны разговаривать, поэтому лишней никакой информации они не вбрасывают. Ну, и вообще, менее эмоциональны в этом смысле игроки и меньше будут отвлекать соперника. Хотя, мы видели много раз, как и наушники выбрасывались игроками после победы. Так что... Первый ганг у нас идет от Санторина. Сразу же в бейтик. Бейтик колует, подкидывает. Вот это минус Беттик. Изи-пизи-ферст-блад. Ну, оригинальное время ганга. Сложно было от этого ганга реально увернуться. Единственное, что мог сделать себе Беттик, это заранее поставить тринкет, но его не загангали сразу синего бафа. То есть, смотрите, как было. Джейнсы знали, что синего бафа стартует Санторин. Санторин тут же побежал на красный баф. После этого сделал ганг. Ганг произошел в 2.20. Если синего бафа организовывает ганг-оппонент к тебе, то он это будет делать именно с синей стороны леса. Ну, твоя сторона, это будет красный лес, а их будет сторона синяя. В общем, с нижней стороны. Соответственно, Беттик к этой стороне и прижался. Ну, к другой имеется в виду, к противоположной, чтобы его нельзя было загангать. Но очень хороший маршрут провел себе Санторин. Неожиданный ганг. Солоку такое не прокатит. Могу сразу вам сказать, потому что здесь было все продумано идеально. И увернуться от него можно было только при помощи варда. Причем варда, поставленного более раньше. То есть где-то в 2.10. Должен был поставить у нас Бетти вард на прикрытие себя. Но этот вард тогда пропадет в 3.10. Если Санторин организует стандартный ганг, который происходит обычно в 3.10, 3.20, то у тебя уже не будет варда. Вейгар, да, был забанен. Каэдриэль мог его взять. Бетти взял Азира. И потом команда Джайнцев забанили во второй стадии банов пиков Вейгара. Но могли успеть Эчтуки себе его выбрать. Тем временем у нас на Бутлэйне просто стояние идет. Надо посмотреть, сколько уже ударов по вышке нанесал Шериф вместе с Промискью. Потому что их задача как раз это сломать вышку как можно быстрее. Ну а Джайнцам надо просто обороняться. Ожидать смертной мидии она не такая страшная. Тем более, что сам Униж Спэллов не потерял при этом Бетти. Следовательно, последующие ганги. Санторина не будет такими уж эффективными. Первая пара играет. Да, самая первая игра. Впереди у нас еще после этой игры 9 матчей. Надеемся, что мы не сильно устанем. Поставлен был пингвард к Адриэлям. Как раз той же стороной сейчас находится Санторин. И Санторин собирается пока просто варды расставлять. Зашел он в чужой лес, расставил варды. Проверил синий баф. Ничего не нашел. Волки там есть. Он это знает. Тем более, он видит, где находится сейчас Зак. Пойдет волков забирать. Вышку, видите, почти не побили. На бутлайне у нас команда H2K. Но зато уже надамажили вражинов. Санторина есть смайт? Да, есть смайт. Через смайт забирает. Впрыгивает Джока. И через смайт забирает Санторин. Тебе этот стак. И еще даже забирает волчонка. Расстроился, конечно, Джока. Что его здесь обокрали. Ну, это за счет хорошего варда было сделано. Правда, сейчас в ответ Джока очень много пинг вардов может здесь забрать. Пока он, правда, боится туда смещаться, потому что райс придет быстрее, чем Азер. Чей пик тебе нравится больше? Мне, честно, у обеих команд не нравятся пики. Лейтгейм очень сильный у команды Джайанс. Про это я говорил 70%, что они выиграют в лейте. На H2K мне не нравится, что если уж вы берете Камилу, как мне кажется, то надо под Камилу и было брать каких-нибудь убийц еще. Пинг. Азер, знаете, он стоит. Да, пойдет выбирать. Хороший тут прокастик дает Кайдриэль по Бетси, но это все ерунда. Бетси теперь будет стоять под вышкой, терять немножко будет фармов. Но это не так страшно. Кайдриэль сам даже теряет фарм, но это уже на механике. И даже, видите, 48 на 51, а должно быть где-то в районе, наверное, 48-58. Вот как-то так должно быть по фарму. Кайдриэль не идеально ласхитит крипов за Райза. У него есть книжка, через которую он сможет, конечно же, часто летать на телепорте. Уже однажды он его использовал. На топе у нас пушистый Гнар против Аркан Кометы. Камилы, это логично. Зак у нас играет Earth... Афтершок, извините. Санторин стандартную экономическую ветку взял. С неплохим уроном в начале экономической, потом на боте тоже вроде стандартно все. Ну вот единственное интересное, потому что Кейтлин взяла себе не дополнительный еще отхил, а взяла себе ветку магии. Видимо, в ней она взяла Монофлоу. Надо будет посмотреть, откатывается ли у Кейтлин Мана идея запушивать постоянно линию. Монофлоу и, мне не знаю, что он там, ХДР. Ну не откат же ульты брать для Кейтлин, для чемпиона, который и так с удовольствием бы эту ульту обменял, а лучше на усиление какого-нибудь другого спела. А почему Сбер отклонил подписку на тебя? Кто такой Сбер и почему он отклонил подписку на меня? Это у меня вопрос к тебе. Я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Как думаешь, удержится ли Виталики на первой строке, или все-таки их подвинуть? Сегодня мы это выясним, потому что сегодня у них наконец-то серьезный соперник будет. Ну, не наконец-то, они уже играли в эту серьезную игру, сейчас посмотрю. Да, против фанатиков-то они вчера тоже играли, но у них сейчас будет серьезный соперник, который и выглядел сильно. Против команды Misfit они будут играть. Сбербанк отклонил подписку, ничего не понял. Ты на Твиче пытался подписаться, я правильно тебя понимаю? Извините, ребят, тут надо вопрос этот решить. На боте вышку сломали. Такие, команда H2K, это то, что я вам говорил, но Джейнсы все это дело прочитали и заранее отправились на топ тоже добивать вышку. Так вот, я так понимаю, ты на Твиче хотел организовать подписку на канал, да? Хороший врывчик, и Зак ворует! Джока очень классно сделал врыв. Сфоровал у нас здесь Инфернал Дрейка, и уже к Элдер Дрейку идет. Просто, ну, меня этот вопрос интересует, там, чек, то, что написал. Я не понимаю, что он хочет, ладно, все, не обращая внимания на чатик, парень сам не понимает, что он пишет, поэтому бесполезно с ним общаться, когда человек не может понять даже, что он делает. Я ему про одно говорю, как говорится, я ему про Фому, он мне про Ерему. Газа Ринг Шторм поговаривает у нас в чатик, что, скорее всего, у Кейтлин. С этим я соглашусь, ребят. Газа Ринг Шторм, но маны у нее нет бесплатной, да? То есть это Газа Ринг Шторм, и что? А что за вторая ветка тогда будет? Газа Ринг Шторм — это там, где ты КДР мог взять, но она взяла Газа Ринг Шторм, чтобы был дополнительный урон. Показывает нам, как Джоков слепую сделал прыжок, после этого прыжка получил себе дракона и дал ульту на аут, и убежал. Ну ладно. Плюс тысяча преимущества команды HTK, извините, что отвлекся. Просто там парень, ну, донат — это, как сказать, первостепенные проблемы, которые надо решать обычно мне на стриме. И вот здесь вот парень вроде задал такой вопрос. У нас Кейдриль снимает пассивку Зака, но на самом деле здесь очень сильно помог Сантуринич в этом процессе, потому что дал инициацию по Заку. Заку на Джока отлетел на своей вольте в сторону. Кейдриль за него зацепился, убил, но пассивка оставляет в живых. Силарити, ну, мог, да, могли скорость передвижения действительно взять. Может быть, даже Трансгендера взяла Кейтлин. Хотя в этом особого смысла нет Кейтлин играть через 10% КДР. Бонус ХП на 70% ХП+. Хм, бонус урон на 70% ХП+. Да, да, согласен. Такую вещь тоже для Адекерри можно брать, учитывая, что когда Адекерри падает ниже 70% ХП, такие Адекерри, как Кейтлин, они долго не живут. Это тебе не чемпион, а более, ну, там, а-ля Ургот какой-нибудь, или который, наоборот, любит играть с маленьким количеством ХП, типа Тристана или Люциана. Кейтлин, ей нужно либо быть фулл ХП, либо мертвы. Других вариантов у него почти не бывает. 0-1 счет. Пока у нас довольно скучный расход игры. Лейнинг фаза закончился, я бы сказал, даже очень хорошо закончился лейнинг фаза для команды Джайантс, потому что они в тяжелой линии для своего Гнара получили хороший оверфарм над Камилой. Камилу никто не пытался гангать, а была такая возможность. Зак не так сильно пострадал от Джарвана, как это могло произойти. Ну и на линии на миде, вот единственный минус для Джайантса. Бетси должен был там, конечно же, немножко поддоминировать Райза. В итоге он сам умер, по фарму не вышел вперед. Но это все ерунда, лейт все равно за ними, поэтому они сейчас могут отсиживаться. Тем более, когда они получили Инфернал Дрэка себе в карман бесплатно в такой стадии игры. А сами команды H2K, конечно же, сейчас пойдут на топ, будут пытаться топ-лейн вышкой позабавиться так же, как они позабавились с ботлейновской. Тяжело будет по-прежнему Кагмау как-то это все дело отбивать. Он тем более в более танковый билд даже пошел, чем я ожидал. Гляньте, у него нинжа тапки с выходом. Только вот сейчас первые предметы на атаку, причем на скорость атаки, даже не на урон. Смит и Джей подпушил, дальше надо уходить. Попытаться, конечно, надо бы сделать так, чтобы руин запушивал линию, а не фризил. Ну, либо можно это время потратить пользу и зачистить. Видите, мы-то с вами видим, там пинг-ворды в красном лесу оппонентов стоят. И он знает, что оппоненты только что по пинг-ворду пошли в сторону топа. Можно было вот как-то здесь вокруг этого поиграть. А если, мол, нет вардов в чужом лесу, просто Азира поймать через ульту. О чем речь, какая фэнтези-лига? Есть фэнтези-лига у риотов, конкурс специальный, где могут пользователи соревноваться друг с другом. И у нас есть соревнования между тремя... Ну, точнее, не между тремя, а в трех лигах идет соревнование во всех трех лигах. У меня есть семь соперников, и победители этих лиг получат в конце этого сплита призы от меня. Мы собирали это все дело. На ютубе, может, посмотреть, как это все дело обстоит. Сейчас я правила рассказывать не буду, просто скажу, что у каждого игрока есть своя команда. Там фэнтези-лиги собирали ее из американских и европейских игроков. И получается так, что вы теоретически можете болеть не за конкретно какую-то команду, хотя за командой тоже можно болеть, а именно за конкретных игроков, чтобы они не умирали. Смит Ти Джей пытается поймать руку. Что? Вообще-то, я тоже был абсолютно уверен, что это был фри-килл. И знаете, что мне даже показалось, ребят, что команда H2K не определилась, кто будет забирать этот килл себе. На секунду Кайдриэль перестал кидать спеллы в него. Может быть, просто КД у него спеллов получилось. Смит Ти Джей вообще W дал мимо. Выглядело, как будто оба игрока такие... Забирай ты килл. Да нет, ты забирай. Ты его заслужил, ты прилетел на своей ульте. Ну ты же, Камила, тебе надо в мидгейме тащить сейчас игру. Ой, да ладно, ну давай ты заберешь. Ну ладно, ладно. Ой, он убежал. Так они и не определились, кто будет убивать Гнара. В итоге Гнар сбежал. Ну а может, это мне только кажется. И на самом деле просто не было возможности забрать его. Но это как-то странно. Да, там Фэнтези Лига, она идет по методике Фэнтези Лиги НХЛ, Фэнтези Лиги НБА, где мы как менеджеры набираем себе игроков и следим дальше за их карьерой. А карьера у них идет в лайф-режиме, вот как вот сейчас происходит. Вот если ты, допустим, взял себе Бетти в команду, если бы сейчас игра резко закончилась в пользу, например, команды H2K, Бетти бы получил минус очки, потому что он только умер, фармился вроде неплохо, но он только умер и его команда а-ля проиграла. А вот если, например, Санторина бы это поставил, взял бы Санторина себе в команду, то получил бы плюс очки, потому что Санторин сделал килл и его команда, мол, победила. Ну, это я так сейчас фантазирую, пока еще H2K никуда не победили и вообще идут к поражению потихонечку. У меня есть там много игроков, я старался разные команды брать разных игроков себе, чтобы не повторяться. Ну, так получилось, что я в одной, ну, в двух разных лигах взял одну и ту же команду себе в качестве основы, это TSM. Там, ну, победить-то тоже хотелось, понимаете, ребят, поэтому полный мусор брать не хотелось, такую команду, как Виталики. Сейчас я уже об этом жалею, что я не взял себе Виталити где-нибудь там из них. Я взял себе супер-TSM-овцев, которые идут 1-3 на чемпионате, но по факту тоже знал, как говорится, да, ребят? Тоже контракт, как у Релеза. Какого Релеза? Сегодня какой-то странный у меня чатик, они задают какие-то вопросы, о которых я не то что, знаете, это как какой-нибудь школьник, там, 2-го, 5-го класса я себя ощущаю, и ты приходишь на, там, даже не 3-геометрию, а просто геометрию, урок, а ты школьник, ты только недавно выучил, что такое деление, там, не знаю, при помощи дроби и столбиков, деление такое только выучил, тебя научили, и ты приходишь на задание вот по простой геометрии, и тебя там спрашивают, синус 90 градусов, сколько будет, равнобедный треугольник, давай формулу какую-нибудь расскажи, и ты такой, а, 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 чего? О чем речь я не понимаю, а потом тебе задают вопрос, ну ты, ты же понимаешь, что ты должен был дать правильный ответ на этот вопрос, что как? Так, ребят, вы, если хотите задать какой-то вопрос по поводу стриминга или чего-то такого, можно написать в личку, у меня есть группа ВКонтакте, в ней можно оставить заявку в друзья, я всех добавляю там в друзей, и в ней написать вопрос какой-то конкретный, я стараюсь всем отвечать, зрителям, а если вы хотите задать какой-то экспресс-вопрос прямо на стриме, то желательно, чтобы он касался игры, той, которая сейчас идет, либо сезона, который мы там сейчас комментируем, ну чего-то такого, на что можно будет резко ответить. Какие-то контракты, у кого-то Сбербанк не работает, просто, ну, я, конечно, наверное, понизил свой рейтинг сейчас в глазах тех, кто собирался за меня голосовать за место Путина, но он, да, ребят, я не смог ответить на ваши эти вопросы, они сложные для меня слишком. Джоко здесь ловят за то, что он синий баф решил помочь забрать своему медеру, не совсем уверен я, что перед драконом стоит заниматься такими вот вещами. Надеюсь, они Джоко-то добьют, да, добьют. Четик под наркотиками, не обращай внимания, ну да. Тут говорят, что у Сбербанка контракт закончился. Ну, а я, при чем здесь? С кем закончился? С Твичом закончился у Сбербанка контракт? Так пишите Сбербанк и спрашивайте, какого хрена вы не можете донатить на Твич деньги через Сбербанк? Я не удивлю, что это вообще какая-нибудь санкция, о которой завтра будут новости написаны, что все платы онлайн Сбербанк отменяет в качестве ответной санкции против, не знаю, Олимпийского комитета МОК. Вы же знаете, что сейчас каждая жопа пытается выкрутиться вокруг этих новостей хайповых. Кто твой любимый герой в игре? Лиги Легенд, мой любимый герой Элиза. Да, Виви не проконтролировал Сбербанк, черт. Посоветуй, Плес, начал мейнить Панта, постигал Дзен, и тут, и тут, и тут, короче, слишком много сообщений прошло, я не успел дочитать твои сообщения. Но могу предположить, что Дзен ты не смог постигнуть. Могу сказать только одно. Вы помните, мы с вами говорили по поводу статистики, точнее, не статистики, чемпион капа, я так называл, скилл кап это называется. И я сравнил, у Пантеона действительно после 10-15 игр ты достигаешь постоянного уже Инь и Яня, постоянного Дзена, и ты играешь так же хорошо, как человек, который сыграет на Пантеоне 80 игр, я не шучу. То есть люди, сыгравшие 15 игр на Пантеоне, отличаются по винрейту. В этот раз мы увидим все же смерть, да, руина, увидели. Ну так вот, про Пантеона доделаю информацию. Вы после 15 игр начинаете играть уже точно так же, как и люди, которые 80 игр сыграют на Пантеоне. Там винрейты у них будут, ну, на единички какие-то, десятые единички выше. То есть 53,5 у вас, у них будет там 53,7, не больше. Так что Пантеон довольно легкий для изучения, довольно легкий для начинающих игроков. А вот как раз мы другого какого-то чемпиона обсуждали с вами, по-моему, Зои это была, или Барайси, вот я не помню. Вы еще спрашивали, сложная ли она. И я сказал, что это будет сложный чемпион. Это действительно правда. В течение почти 50 игр винрейт растет за этого чемпиона. Ну и где-то вот на 50-й игре вы достигаете Дзена за него и уже играете так же, как и те люди, которые сыграли 80 с плюсом игр. Как увеличить урон, играя за Зака? Он не занимается увеличением урона. Ты хочешь именно за Зака убивать людей, но можешь попытаться в Full Ability Power поиграть. Это ради фана сработает. В мидгейме у тебя будет тонна урона, но потом не забывай, тебе придется все же начинать собирать танковость. А так джангельский предмет собирай с магическим уроном. После этого уходи в Маску, после этого уходи в Рободон с Жоней. Уходи в Став. Это все предметы, которые помогут тебе ваншотить людей своими прыжками. Но опять же, если ты не сможешь никого ваншотить, ты просто разлетишься за секунду там. А на Лисине? Ну, я предлагал вам посмотреть на сайте League of Graphs, либо op.gg, там и там это есть. Я Лисина не сравнивал, но могу сделать предположение, что после 15 игр люди за Лисиной играют так же хорошо, как и люди, которые 80 игр. То есть он 15-20. Он чуть-чуть сложнее получается по входу, именно входу, капу вот этому винрейта, чуть-чуть сложнее, чем поинтем. Кто-то скажет, ну как это так, ведь там же флэш-кик, там же я вообще хочу... Да, флэш-кик, только знаете, я вам что расскажу. Флэш-кик иногда даже ничего не дает. То есть это такая фишка, флэш-кик, флэш-какун от Элизы, которая иногда вообще ничего не дает. Ну, серьезно, это настолько мизерно влияет на игру, то, что ты умеешь это делать или не умеешь это делать. Мы можем проверить перерывы. Ну, я, точнее, сам проверю в перерыве. Мордекайзер совсем мертвый, но у Мордекайзера есть возможность играть через драконов. Обычно его Нел Сейси, если играет, то ближе к джанглеру, либо Адекере роли. Так как его не играют на профсцене почти сейчас уже, то получается, что и люди, которые в соло-ку, они его тоже забыли. Хотя я одну играл против Мордекайзера, это просто была жесть. Как же больно стоять против него на топе. Скучноватая у нас игра. На самом деле, вы видите, одни не могут, другие не хотят. Именно вот та самая тема получается. Не могут команды H2K. Они вот смогли сломать две вышки снизу, не могут все еще продавить вышку на меде. Не смогли сделать себе Ревгеральдку, но смогли себе второго дракона урвать таки. 3-2 всего лишь они добились счета. Этого всего недостаточно, чтобы победить Азира и Кагмава в лейтгейме. Азир уже добрался до войтстафа. И единственная сейчас проблема у команды Джейнс, это Руин, который пока все еще страдает от Смитти Джея. Почему я говорю пока? Ну, потому что скоро он начнет собирать себе флат-армор предметы, и тупо у Смитти Джея не будет хватать урона, чтобы его убить. Да, он будет его сильней. Да, если их закинуть в узкое пространство и сказать, сражайтесь, и вы не имеете права, мол, убегать, проиграет Гнар. Но Гнар не будет умирать. Он просто будет стоять и дальше отпушивать этот вейв. За Тауэрдайвить Смитти Джея не сможет. Более того, Смитти Джея сейчас могут поймать. Туда идет он тут же телепортация от Каэдриэля. Смитти Джея выигрывает кучу времени. Будет ли он продолжать сражаться или попытается убежать? Попытался убежать, но у него это не выходит. Руин зарабатывает киллы, и Каэдриэля решает отпустить Джейнсы. Вот и наказали Смитти Джея, ребят. Кто-то спрашивает, как это вы до керри Мордекайзера? Ну, так и есть. Кто не знает, у Мордекайзера есть интересная пассивка, которая позволяет вашему союзнику зарабатывать дополнительный опыт, если я не ошибаюсь, когда он стоит рядом с вами. Или дополнительное золото, я сейчас не помню. Короче, он накидывает свою пассивку на своего союзника, и вы вместе работаете, и ваша линия получается, как будто вы стоите там два в три. То есть вас трое, а оппонентов двое. В размен они не могут идти против вас, потому что вы тупо будете сильнее почти всегда. И через зеленый голдер это работает, потому что он милешник, два зеленых голдера, вперед, и все. Я просто сам за Мордекайзера там, я не знаю, полторы игры сыграл за всю жизнь, поэтому мне тяжело. Морде убрали эту пассивку. Убрали на него самого, а именно пассивку для друга оставили. Раньше у него была пассивка на себя и союзника. Риоты поняли, что Мордекайзер не делает пассивку на союзника, но только когда подходит к нему уже в тимфайты. А сам вот на топе или на миде стоит соло и зарабатывает дополнительный опыт, и это абуз, это нечестно. Поэтому Риоты это убрали, и сделали возможность, чтобы человек мог давать опыт только своему союзнику. Поэтому именно вот с саппортом какого-нибудь типа Браума, там, Кенча, ну, милишного монстра, очень хорошо работает. На ЛЦСе в одно время была мода играть Мордекайзера, игрался он с Трэшом, либо с Блискранком, даже с Трандлом, я помню, игрался. Идея вот как раз в этом и заключалась. Два зеленых голдера, два супертанка у вас получается, и хороший килл потенциал на Лене, потому что есть Хук. Ну, у Трандла не Хук, у него Кубок и воровство статав. Статав. Статов, конечно же, говорился. Ну и плюс, учитывая, что он находится на ботлэйне вместе со своим саппортом, после Джангл Ганга вы можете пойти на Дракона. А Дракон это еще один юнит у вас в команде. Ну что ж, ребят, давайте передадим привет всем нашим родственникам. Они молодцы, что досмотрели эту игру до этой стадии, потому что команда Джайанс только что выиграла этот матч. Скучная была встреча. Счет у нас 3-2, 28 минут. Я, знаете, даже на какую-то минуту думал, что я плохо комментирую, но потом я посмотрел на счет и понял, что когда ребята за 30 минут всего делают 5 киллов, это не я плохо комментирую, здесь просто комментировать нечего. Команда Джайанс выстояла и забрала себе на Шора. Теперь у них есть предметы. 3 предмета Азира, 3 предмета Кагмав. До свидания, игра для команды H2K. А их тренеру я могу сказать одно. Никаких райзов не берите против Азира в таком сетапе. Можно было бы брать райза против Азира, если бы у вас на боте не было минус игрока. Отдали самых сильных чемпионов в команде Джайанс, а потом думают, а как же так? Да никак. Ну что ж, получается Джайансы у нас будут 3-1 после второй недели. Это довольно хорошая статистика для команды, которая не должна была вроде как даже бороться за середину турнирной таблицы. Ну а команда H2K, которая тоже не должна была бороться за середину турнирной таблицы, она вот как раз на дне с винрейтом 1-3. Попытка здесь была, видите, от Санторина пересмайтить, но сегодня у него со смайтами проблема. Он не смог и дракона первого украсть. Точнее не украсть, это их дракон и был. У него украли его из-под носа и не смог сейчас украсть. А шо, да? Пусть обновляет таблицу синергии Топа и Джангла, как ты сделаешь Адекерри и Саппорта? Да, ребят, кто не в курсе, у нас ВКонтакте, ну и на Ютубе выложен на Ютубе ролик, как пользоваться этой таблицей, ну и ссылка на саму таблицу. Таблица синергии между Саппортом и Адекерри. Я проконсультировался еще у двух людей, имена я их называть не буду. Они, в общем-то, оценили положительно эти таблицы. Но это люди, не последние, так сказать, в Лиге Легенд Ру про геймерство. Оценили они позитивно, только сказали, что таблица мало будет помогать, потому что там не учтены некоторые вещи, но это очевидно, что в ней не учтены эти многие вещи, потому что она делалась для новичков. Она не делалась для тех людей, которые на LCS играют, хотя, как можете заметить, LCS-овцы тоже используют мою табличку, вот тот же самый Кейтлин плюс Браум, это в моей табличке написано, этот сетап надо играть. И был забанен Тамкенч, чтобы Кагмаф не мог играть с Тамкенчем, это тоже там указано. Это я так, к тому, что они тоже ими пользуются, но, понятное дело, там очень много вещей не учтено. Не учтены потенциальные союзники, которые будут. Ее надо смотреть, конечно же, не вслепую, но советую ей пользоваться. Ну так вот, а по поводу топ-лейна с джанглом. Будет делаться деньги, мы на это медленно сейчас собираем общую сумму, чтобы начать ее делать. Это все же трудный процесс, но обещаю, что она тоже будет сделана, и мидеров с джанглингом тоже я сделаю. Сейчас я вам скину ссылку тем, кто впервые услышал об этом. Но это скучная игра, ребят, закончилась наконец-то. Слава богу, что она закончилась раньше, ведь могли еще затянуть как-то игру эту команду H2K, вряд ли бы это дало им хоть какие-то плюсы, потому что они все равно проиграли. В лейдгейме имеется в виду. Игра должна была закончиться либо эпик быстро, в пользу команды H2K, либо вот так, как сейчас, либо еще третий вариант, эпик медленный, все равно в пользу команды B. Джайантов.